Свежий номер газеты «Одинцовская неделя» уже отпечатан, приехал из типографии и ждет своих читателей. Что на страницах? Завершилась эпопея «Синего домика», ставшего знаменитым благодаря конфликту, возникшему между застройщиками и владелицей этой скромной недвижимости. История противостояния попала в федеральные СМИ, стала основой для сюжета сериала, а на этой неделе благополучно завершилась. Стороны конфликта пришли к соглашению, но домик теперь даже как-то жаль, ведь он стал городской достопримечательностью. На его месте по планам застройки должна появиться детская площадка, и, честное слово, на нее просто просится маленький синий домик в качестве памятника. Новости Подмосковья на этот раз получились в основном медицинскими, а все из-за появления новой разновидности ковида под названием пирола, буйства лесных клещей, распространяющих болезнь лайма и сезонного гриппа. Чужой беды не бывает. Подмосковная Балашиха от нас не близко. Но такое несчастье не могло оставить Одинцовцев равнодушными. Там взорвался подъезд жилого дома. Есть жертвы, в том числе среди спасателей. Важно сделать правильные выводы из этой трагедии и постараться не допустить ничего подобного. Одинцовская неделя ведет репортаж в планерке администрации нашего округа. Основные темы – состояние дворов, дорог, домов и котельных. Осень хотя и выдалась теплой, но до холодов времени осталось немного. В Перхушково строится новый жилой микрорайон. В нем побывал глава округа Андрей Иванов. Он успел еще и в Звенигород заехать. Там сажали деревья в ходе акций «Наш лес, посади свое дерево». Дни города прошли в Звенигороде и Голицыно. Как всегда – весело, празднично, креативно. Отходы в доходы. Наша газета поставила эксперимент. Может ли дачное хозяйство сократить расходы на вывоз мусора? Оказалось, может. И даже денег, пусть и немного, заработать вполне реально. Своим опытом мы делимся с читателями. В 12-й раз прошел Елисофетинский крестный ход по маршруту, который некогда соединял две императорские усадьбы на разных берегах реки Москвы – Ильинская и Усово. Он собрал до 3000 паломников, пожелавших почтить память великой княгини Елизаветы Федоровны. Подмосковные сады дали хороший урожай яблок. Что с ними делать, как можно продать или переработать, разбирается наш корреспондент Елена Щукина. Школьный донос на учительницу. Очень неприятная история. Человека просто оболгали. На его защиту встали коллеги, руководцы школы и наша газета. Но не помогло. Обиженный педагог написала заявление на увольнение. Чувство собственного достоинства для нее оказалось важнее. Колонка происшествий на этот раз богата на забавные и, к сожалению, печальные события. В Звенигороде жители многоэтажки сорили деньгами, полетевшими на прохожих. Деньги, правда, оказались из банка приколов. На МКАД прямо в автомобиле умер водитель. А особо хочется выделить предупреждение спасателей в связи с грибным сезоном. К выходу в лес нужно тщательно готовиться. Подробности читайте в нашей бумажной версии. Ну а если ее по каким-то причинам не достанется, найти нас можно в интернете. Вот адрес.